Продолжение следует... Вы в курсе, что в Сочи заболеваемость гриппом стала снижаться, а тот самый свиной грипп идет на спад? У скольких случинцев лабораторно был подтвержден этот вирус САШ-1Н1, какие меры профилактики предпринимались, а также о тиражируемых сведениях относительно другого вируса, вируса ЗИКа? Обо всем об этом мы поговорим с начальником управления здравоохранения администрации города Сочи Мариной Вартазарян. Здравствуйте, Марина Августовна. Новость хорошая, грипп вроде бы отступает, а вот как Сочи пережил сам этот пик заболеваемости? Да, я думаю, надо сказать, что на прошлой неделе мы фиксировали уровень заболеваемости примерно на 12% меньше, чем предыдущая неделя, и общий порог заболеваемости в 1,7 раза меньше, чем тот порог, который мы называем эпид-порогом. Таким образом, ситуация действительно на самом деле стала более-менее стабилизироваться и идти на какую-то тенденцию к спаду, скажем так. Как мы к этому ко всему относимся? Конечно, мы относимся очень положительно, но наше учреждение здравоохранения и управление здравоохранения продолжает работать в полную силу. Мы не скидываем со счетов возможность очередного похолодания и опять какого-то небольшого роста этой заболеваемости. Но, конечно же, еще раз я хочу обратить внимание всех на то, что заболевшие наши были непривитые. Вот как раз-таки, да, хотела спросить, что можно сказать, что привитые горожане, они в этот период были действительно защищены от этого вируса? Да, уже много раз я говорила, что общий уровень привитости в нашем городе составил 39,8% населения. То есть мы говорили везде о приблизительно 40%. И эти люди могли рассчитывать на то, что они не заболеют, или если заболеют, то заболевание будет протекать в очень легкой форме. Таким образом, мы говорили об этом и до начала пьёчного сезона. Я думаю, я не покривлю душой, и все точно это знают, что в преддверии каждой зимы мы встречаем нашей большой агит работой о том, что, пожалуйста, идите в наши поликлиники, делайте бесплатно прививки, мы вас всех ждём и так далее. Я предполагаю, конечно, что после ситуации, которую мы вместе с вами пережили, на следующий год количество желающих получить прививки будет больше. Потому что, что ни говори, единственный способ управления инфекционными заболеваниями – это вакцина-профилактика. Но в сам пик заболеваемости делать прививки было уже поздно, как я понимаю, да? Это в любом случае, касательно любого заболевания – это да. Ни в каком случае нет. Наоборот, если мы делаем прививку в пик заболеваемости, то мы можем спровоцировать то, что человек заболеет. А в таком случае какие меры профилактики проводились? Что возможно было сделать помимо прививки? Мы говорили о том, что существующие меры профилактики, они имеют место быть. И мы постоянно говорили о том, что распространение вируса не только воздушно-капельным путём происходит, а происходит через распространение этих капель с руками, носовыми платками, предметами, которые нас окружают, через поручни в автобусе, через деньги в кошельке и так далее. Мы нацеливали наших людей на то, что не только чихание должно быть профилактировано, но и то, как мы касаемся к нашему лицу, и как оттуда быстро вирусы могут попасть в носоглотку и в ротоглотку, то это тоже имеет место быть. Говорили об этом, рассказывали о том, какие противовирусные препараты можно принимать с целью профилактики, а какие не стоят. Хотя ажитированный спрос на некоторые из препаратов, они, конечно, привели к тому, что люди покупали по 5-6 упаковок и несли домой в холодильник. Тех препаратов, которые с целью профилактики принимать нельзя. И таким образом создавался искусственный дефицит этого препарата. Мы тоже всё это прошли и знаем. А вот эти проводились и различные лекции в медучреждениях для взрослых, школьникам в дневники клали. Да, мы сделали такую короткую методическую, так скажем, памятку, которая на одну страницу информации. И эту памятку распространяли везде абсолютно, и в наших учреждениях, и в наших аптеках, и не в наших аптеках, тех, которые относятся к частной форме собственности. И в школах в том числе вклеили, Анна Алексеевна нам сказала на совещании, блестящая идея. Мы тут же её к вечеру этого же дня притворили в жизнь. Ну и кроме этого, вы знаете, наш глава тоже очень большое внимание уделял вопросам профилактики. И он просил нас рассказывать об этом везде и всюду, где мы только можем. Поэтому беседы проводились и на сходах граждан, и на районных домах культуры, и в школах, и в других образовательных учреждениях. Поэтому, я думаю, тоже здесь немалую, немаловажную роль это сыграло. Потому что, да, информатизация – это такое понимание более техническое. А вот информирование – это то, что мы можем сделать практически без всяких особых на это средств. И мы широко этим пользуемся и стараемся размещать для разных возрастных групп в различных источниках наших печатных, в интернете и так далее. Кто что читает, кто чем пользуется, везде мы, подумав, размещали наши памятки, наши беседы. – Вооружен, значит, защищен, как говорится. – Да, абсолютно точно, да. Всем известно, что любой всплеск заболеваемости – это такой хороший период для аптечного, или, как говорят уже сами сочинцы, наглеющего бизнеса. А вот в городе у нас как ведется мониторинг цен на эти актуальные препараты? – Ну, наверное, надо начать с того, что существует федеральное законодательство, которое регламентирует, и законодательство Краснодарского края, которое регламентирует то, что препараты, которые входят в группу так называемых жизненно важных препаратов, лекарственных средств, вернее, – они должны быть отслежены, и наценка на них торговая должна быть не более 25%. Для того, чтобы проверить все это в розничной сети, в аптеках, причем аптеки как частной формы собственности, так и наши муниципальные, по распоряжению губернатора и нашего главы осуществлялись совместные проверки, в которых участвовали, прежде всего, органы прокуратуры, которые по закону должны этим заниматься, и работники нашего аптечного звена, которые могли осуществить профессионально и посмотреть, что и как. И на самом деле, да, в этих рейдах были обнаружены некоторые частные аптеки, в которых было зафиксировано превышение цен. Что касается такого народного гнева по этому поводу, то абсолютно с этим согласна, но вообще больше повышаются цены на те препараты, которые не входят в этот список. И здесь наш бизнес, как вы сказали в начале, кровожадный какой-то наглеющий бизнес, имеет возможность в отсутствие этого законодательства, которое регламентирует все препараты, конечно, завышать цены. И они и делают это, завышают цены, но не на те препараты, которые входят в список ЖНВЛ. Каким-либо образом по закону воздействовать на это мы не можем, но такая форма работы, как народный контроль, вы, наверное, слышали про это, что наш глава по указанию губернатора Краснодарского края сказал организовать такие группы народного контроля, что и было сделано, в том числе и группы народного контроля будут проверять аптечный бизнес. Потому что абсолютно правы вы и абсолютно правы наши потребители, что временами этот аптечный бизнес, он, конечно, становится не очень красивым, так скажем. Есть моменты, за которые народному контролю можно было бы очень даже хорошо повоздействовать, скажем так, морально. Хотя, конечно же, вот такие моменты, они показывают то, что сам по себе еще и ажитированный спрос, он приводит к тому, что способов наживы становится больше. Может быть, если бы наши пациенты или потенциальные пациенты больше обращались к мнению врачей, то, наверное, у них меньше было бы повода вбежать в аптеку и сметать все подряд на своем пути. Потому что, на самом деле, в каждом лекарственном средстве есть как положительное действие, так и так называемые побочные эффекты. Они есть в абсолютно всех лекарственных средствах. И они во всех аннотациях перечислены. Разобраться, как правильно лечиться, как правильно употреблять то или иное лекарственное средство, всегда должен только врач. И это будет профессионально и правильно. А рекомендации, которые пытаются получить наши пациенты у аптечных работников, они, конечно, достаточно односторонние, скажем так. Борьбу с теми, кто планировал нажиться на вспышке гриппа, вели специальные межведомственные группы. Предлагаю посмотреть наш видеосюжет на эту тему. Ситуация в Сочи с заболеваемостью гриппа МОРВИ не превышает допустимый показатель этого сезона, говорят медицинские работники. Но при этом предупреждают, если не позаботились о прививке заранее, теперь надо укреплять иммунитет и заниматься профилактикой. Лук, чеснок, фрукты никто не отменял, а чистые руки всегда залог здоровья. Но при первых признаках заболевания нужно принимать противовирусные препараты. При повышении температуры сразу же к врачу, который сможет определить степень заболевания и назначить лечение. В наших аптеках представлены различные препараты противовирусные. И совершенно не обязательно концентрироваться на одном каком-то названии и не увидев его в сети, говорить о том, что нет никаких противовирусных препаратов. Опять же возвращаюсь к тому, что самому себе назначать лечение в корне неправильно. Мы всегда должны обратиться к врачу. Тем более сейчас, когда у нас регистрируется случай свиного гриппа. Отличается свиной грипп от обычного тем, что при свином осложнения начинаются очень быстро, уже практически на второй день. Поэтому медлить нельзя, предупреждают врачи. В больницах для лечения гриппа есть все необходимые препараты. Но назначать их себе дома самостоятельно медики не рекомендуют. Если у вас не грипп, а, к примеру, простуда, прием неправильного лекарства только усугубит ситуацию. Эпид порог в Сочи не превышен, однако аптеки подготовились к распространению вируса заранее. В ходе рейда выяснилось, и в муниципальных, и в частных аптеках противовирусные и симптоматические препараты в достаточном количестве. Мы были озабочены этой проблемой буквально сразу после Нового года. Были созданы большие запасы различных противогриппозных, противовирусных препаратов. Но, к сожалению, очень много людей было. То, что многие препараты были распроданы, но постепенно все это закупается. Сейчас у нас в достаточном количестве есть и кагоцелы, и ингаверины, и эргофероны. На подходе у нас ремонт-1. Есть много детских сиропов, также противовирусных. В наличии маски, которые действительно в последнее время стали дефицитом. Но все аптеки Сочи постоянно следят за лекарственным ассортиментом, срочно закупают на базах недостающие препараты и, более того, охотно делятся между собой информацией. На тот случай, если у них нет соответствующего лекарства, рекомендуют посетить другую аптеку, где оно есть. Возвращаясь к нашим медучреждениям, в этот пик заболеваемости они работали в усиленном режиме. В этом году был продленный рабочий день в поликлиниках. Конечно же, это сложно, в том числе и психологически. Но эта работа, неотъемлемой частью которой, сегодня является и клиентоориентированность. Как этот проект, реализуемый в рамках краевой целевой программы развития здравоохранения, выглядит на деле? Есть ли результаты работы этой программы клиентоориентированности? Да, уже в общем целом два года мы ее реализуем. Программа, которая началась как программа только для работников здравоохранения, удачно, мне кажется, очень правильно была расширена на работников аптек. Это также на одном из общественных советов дал поручение Анатолий Николаевич Пахомов. И одно из наших исследований с помощью волонтеров серебряного возраста было посвящено тому, насколько клиентоориентированы наши аптеки. Сейчас в продолжении всей этой темы, или даже не в продолжении, а скажем так, появилась программа, которая федеральная, о качестве жизни. И вот программа, касающаяся доброжелательности медицинских учреждений и учреждений аптечного бизнеса, она, конечно, входит частью в эту большую программу, когда наш проект был ориентирован на то, чтобы мы пользовались возможными у нас технологиями с привлечением волонтеров. В этом проекте все еще проще. Любой может зайти, потребитель этих услуг каких, в любом, как так скажем, части нашей страны, в любом городе, в любом маленьком городке, зайти на сайт, заполнить анкету и отослать эту анкету в Федеральное министерство здравоохранения. Это, я не могу сказать, что есть какие-то моменты, которые противодействуют пониманию у медицинских работников тому, что это на самом деле является маркером любого учреждения. Самое такое звено, которое наиболее уязвимо в любой медицинской организации, это приемные отделения, приемные покои и регистратуры в поликлиниках. Ну, предпосылками или зонами риска там являются все то, о чем все прекрасно понимают, не только я, как начальник управления здравоохранения, но и любой человек, являясь потребителем этих медицинских наших услуг, понимает, что лобное место в любом учреждении – это приемное отделение и это регистратура. Здесь происходят самые такие вопросы, скажем, клиент-ориентированности должны быть представлены в полный рост с одной стороны, с другой стороны их там наиболее трудно соблюдать, потому что люди бывают разные, люди могут сами быть не очень клиент-ориентированными, но тем не менее мы работаем над этим. И хочу сказать, что за прошлый год по обращениям граждан, у нас количество обращений граждан, которые считаются по показателю на 10 тысяч населения, мы находимся в такой хорошей середине. И это тоже является для нас хорошим показателем. Почему? Потому что наш город традиционно является таким, ну опять же, лобным местом. Это город, в котором всем кажется, что все должно быть замечательно, красиво и так далее. Никто не вспоминает о том, что у нас точно такой же дефицит среднего медицинского персонала, как и во многих других местах, о том, что у нас такие же проблемы могут быть и с тем, и с другим, и с третьим. Народ считает, что раз вы олимпийская столица, то вы должны нам все это показать в наилучшем виде. Мы абсолютно с этим согласны, и это для нас постулат, к которому мы стремимся. И поэтому вот эта программа клиент-ориентированности, она постоянно будет у нас развиваться, и сейчас она стоит точно так же остро и точно так же актуально, как и в самом начале. Хотя подвижки очень большие, и у нас нет ни одного медицинского работника, который бы не понимал и не знал, что такое эта программа, что такое благожелательность и так далее. Вот, кстати, да. Ну, сейчас все говорят, что будущее здравоохранения в клиент-ориентированности, потому что многим пациентам, чтобы оценить качество нашей медицины, конечно же, важно использование новейших технологий, но все времена людям важные отношения. И вот эта врачебная этика, доброжелательная атмосфера. Считается ли, что наши медсестры, врачи и так знают, что это такое, или для них проводятся специальные, не знаю, тренинги, занятия вот на эту тему? В обязательном порядке должны проводиться занятия, потому что люди сами не могут ниоткуда взять эти знания. Это очень интересные психологические и этюды предлагаемые, и интерактивные игры, и обучение способом выйти из конфликта. Если есть люди у нас, к сожалению, которые провоцируют, и специально подстраивают и устраивают все эти казуистические, а иногда и неказуистические, есть на это причина. Но какие-то вот такие нехорошие, как должен реагировать медицинский работник. Ничего в этом нет такого необыкновенного, но тем не менее знания в медицинском институте конкретно по этому поводу не даются. Это медицинская этика и диантология, это то, что приобретается со временем у каждого медицинского работника и передается еще и от поколения к поколению медицинских работников. Вот тоже один из способов передачи своего опыта и своего отношения к работе, своего отношения к пациентам – это наставничество. Я вас уверяю, это не так просто. Невозможно сегодня взять и сказать начальнику управления, мы все доброжелательные, мы все такие клиентоориентированные. Все, я сказала, значит точка. Такого, к сожалению, нет. Учатся. Для этого надо учиться, учиться и учиться. Причем эти занятия надо повторять периодически, приглашать специальных лекторов, заниматься наставничеством, поощрять это в своем коллективе, создавать традиции, рассказывать о том, что один в поле не воин и не может именитый хирург быть единственным воплощением этой клиентоориентированности. Для того, чтобы учреждение было клиентоориентированное, там должны быть таковыми все звенья абсолютно. Потому что если в больнице холодно, если невкусно кормят, если грязное белье не вовремя поменяла санитарка, или медсестра пришла и сказала какие-то слова, которые обидели больного, то никакой самый лучший хирург не перевесит все эти негативные моменты в жизни пациента. Поэтому вот это все такая сложная система, которая выстраивается годами. Вот мы это сейчас строим. И я надеюсь, что у нас есть определенные вехи, о которых мы будем говорить с гордостью. Есть учреждения, которые не очень это до сих пор понимают. Есть, которые лучше всех понимают и так далее. Вот я уже неоднократно говорила, что самый лучший врач у нас оказался в одной из сельских больниц. И я не могла понять, почему пациенты сказали об этом. Оказывается, потому что она, приходя на работу, а это больница сельственского ухода, она открывает дверь в свой кабинет и заполняя медицинскую документацию, занимаясь своей текущей работой, может иногда петь песни. И это пациентам очень нравится. Вот даже такие абсолютно домашние вещи, они могут придать определенный нюанс, что ли, в работе медицинского учреждения, придать какую-то свою особую культуру, свою атмосферу в этом учреждении. Брать становится ближе как-то к пациентам. Да, да. И вот этот проект наш с художниками нашего города «От сердца к сердцу», который называется «Размещение картин наших лечебных учреждений», это тоже все штрихи к одному и тому же портрету, портрету клиент-ориентированных учреждений города Сочи. Удачи вам в этой работе. Чтобы избежать тех же самых конфликтных ситуаций, в медучреждениях Сочи ведется и борьба с очередями, в том числе с помощью самостоятельной записи к врачу. Я имею в виду электронную запись. Объединены ли поликлиники в эту систему и видят ли в регистратуре вот эту самую запись электронную? Да, вообще ресурс, если расположен, на ресурсах краевого центра, МИАЦ называется. Этот ресурс называется «Кубань онлайн», и там располагаются все абсолютно лечебные учреждения со своими регистратурами, которые есть вообще в крае. Единственное, здесь такой есть нюанс, который не все наши пользователи знают, что если является этот человек приписным населением, то он может зайти в эту систему. Если он не является приписным населением к этой поликлинике, то он в эту систему зайти не может. Относительно связи с регистратурами, конечно, да. Если человек записывается на очередь на определенный день, то этот же день, этот же час выпадает в регистратуре, для того, чтобы не сдваивать. Но система, конечно, системой очереди-очереди, и, в принципе, конечно, больше всего очередей там, где чувствуется наибольший дефицит наших кадров. Если нет дефицита, и меньше очередь. Если есть дефицит, очередь всегда будет. К сожалению, да, есть у нас дисциплины, есть такие узкие места. Это касается детской поликлиники на Морском, где много детей приезжает и из Хоста, и из Дагомыса, для того, чтобы проконсультироваться у того или иного узкого специалиста. Соответственно, очередь, конечно, будет больше. Но из-за дефицита этих специалистов мы пока не можем расширить. Так нам бы самим тоже хотелось бы очень, чтобы это было более доступно. Но работая над этим, мы постоянно говорим о том, что у нас есть же еще и субботы. Почему традиционно складывается, что нужно обязательно попасть к врачу с понедельника по пятницу, и не помнить о том, что есть еще суббота, или, допустим, попасть к врачу с утра до 12 часов, и не помнить о том, что поликлиника работает до 8. Вот все же тут тоже есть вопрос, потому что потоки больных, они предпочитают все же сами ходить до обеда и не в субботу. Хотя наши поликлиники сейчас работают, в том числе и в воскресенье. В воскресенье они работают и все специалисты, но в субботу работают специалисты, к ним можно попасть. Вот тоже касается информировости, возможно, не знают. Нет, знают, но вот есть привычки все же, которые у нас невозможно так просто. Работаем на эту тему тоже. Марина Августовна, прокомментируйте еще одну информацию, пожалуйста. Вот сейчас в соцсетях активно обсуждают, появились заметки о том, что на территории Сочи обнаружены переносчики вируса Зика. Якобы переносчики, носители вируса, комары, проникли уже на территорию соседней Абхазии, Большого Сочи. Есть ли опасения и соответствует ли эта информация в действительности? Я хочу сказать, что, конечно, это такое очень большое журналистское преувеличение. Ну, очень большое. Настолько большое, что я даже могу сказать, что это безответственное заявление, совершенно несоответствующая действительность. Речь идет о том, что у нас есть комары, но сказать о том, что у нас есть вирус Зика, ну, это совершенно безответственно. А в отношении комаров, да, у нас есть комары, но даже малярия у нас не регистрируется в течение многих лет. Поэтому с какой стати мы вдруг, услышав о том, что есть такая необыкновенная инфекционная болезнь, которую Всемирная организация здравоохранения заметила и внесла в разряд опасных инфекций, вдруг сейчас мы будем объявлять, что у нас есть такой вирус. Я считаю, что абсолютно это вот просто такое возникшее недоразумение в интернет-пространстве, распространившееся через это на... Я даже не знаю, как это назвать, насколько... Ну, это просто непрофессионально. То есть даже для федеральных СМИ уже? Любой врач, который понимает, про что идет речь, он, конечно же, скажет точно так же, как и я. Для того, чтобы были вирусы Зика, должны быть условия такие созданы в городе Сочи. У нас таких условий нет. Абсолютно. То есть, наверное, стоит призваться ученцам не паниковать и не доверять такой непроверенной информации? Я вообще всегда за то, чтобы не паниковать. Люди должны быть позитивно настроены в любом случае. Всегда по жизни. Не только не паниковать, а именно позитивно быть настроены. Потому что мы точно знаем, что если человек находится в депрессии, если человек находится в состоянии стресса, все время чего-то боится и так далее, это никогда не может сказываться положительно на состоянии его здоровья. А забота о своем здоровье, она же заключается и в психологическом поддержании здоровья своего, но и в телесном тоже. Давайте начнем лучше думать о том, как нам улучшить эти показатели каждому для себя. Где-то ограничить себя в каких-то кулинарных изысках, где-то ограничить себя в гиподинамии, где-то еще как-то. И в общем и целом, наверное, есть нам чем заняться каждому из нас для самого себя родному в этом отношении. На этом время нашей программы подошло к концу. Марина Августовна, вам спасибо огромное за исчерпывающие ответы. Будьте в курсе и будьте здоровы. Всем удачи, всего доброго.